В трудах Константина Эдуардовича Циолковского Дом Сергея Павловича Королева И домик, где я провел ночь перед полетом Юрий Гагарин Окружены молодыми тополями Зеленый остров в степной необъятной шире Октябрь, осень, Байконур Эта табличка здесь по указанию врачей И во страстку нам, журналистам На космодроме нам впервые были названы эти имена Командир корабля Шонин Бортинженер Кубасов Командир корабля Филипченко Инженер-исследователь Горбатко Бортинженер Волков Бортинженер Елисеев Командир группы Шаталов Предстоящие старты новых советских кораблей серии «Союз» Приблизят ту эпоху, о которой мечтал калужский мыслитель Эпоху индустрии в эфире Эпоху индустрии в эфире Последнее медицинское обследование перед полетом Последнее обследование А до этого зимой и летом В любую погоду Каждый день и много часов подряд Шли бесчисленные тренировки На центрифугах и лопингах В барокамерах И бассейне невесомости Хочется только полететь Значит, чтобы Сделать дело Да, чтобы все, что запланировано Все, что положено Выполнить Лучше И качественнее А вы что думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что наконец-то Все в основном закончено Так И осталось только завершить Тот огромный труд, который был до этого проделан Вы в отряде космонавтов С 1960 года? Да, я Пришел в первую группу космонавтов Первый отряд Я мечтал стать летчиком Я ими стал Но когда мне предложили Подать заявление в отряд космонавтов Я до этого Откровенно говоря И не мечтал об этом И, собственно говоря И не думал, что Скоро придет то время Когда люди начнут летать в космос Поэтому для меня было тогда Это полной неожиданностью Но я с радостью согласился Ну вот вы ученый Теперь вы выполняете функции Бортинженера А как вы к этому пришли К тому, чтобы стать Летчиком-космонавтом Бортинженером-космонавтом В 1964 году У меня была встреча С Сергеем Павловичем Королевым Но я с ним встречался И раньше И после этого А вот эта вот встреча В общем, она была Поворотным пунктом В смысле Моей дальнейшей Деятельности, что ли Значит Решить Еще до этого Я решил Стать космонавтом А во время этой встречи Мы как раз Беседовали На тему о космосе Сергей Павлович Значит Убежденно Тогда высказывал мысли Что В будущем будут летать В космос Не только инженеры И ученые Но люди разных специальностей Вот собственно После этой встречи Я Окончательно И подал заявление С просьбой О моем приеме В космонавта Нравится вам корабль На который вы завтра полетите? Ну вот Корабль у нас хороший Мы Уже давно Ходим около него Смотрим Все В общем Проверили Тщательно Все осмотрели В общем Корабль наш Ну Хороший Мы хорошо знаем корабль Мы присутствовали На его сборке На его проверке И там На заводе И здесь На старте В общем Мы От первого дня рождения Этого корабля Я имею ввиду Нашего корабля И до его вот Окончательного Монтажа Окончательного монтажа Кто делал ваш корабль Кто Готовил вас к полету Чтобы они меньше Волновались Когда мы будем летать Внимание В эфире Советский космодром Центральное телевидение И всесоюзное радио Телевизионная служба Космодрома Ведут репортаж Из района старта Космических кораблей Дорогие соотечественники И зарубежные друзья 1969 год Войдет в летопись Космической эры Как один из самых Знаменательных Сегодня 11 октября Мы станем свидетелями Очередного старта Пилотируемого корабля Экипаж Союза-6 Георгий Шонин Валерий Кубасов Позывные Антей Летящие среди звезд Так часто называют Космонавтов Поэтов Не с числа Звездам И созвездиям Сириус Реон Водолей Кассиопея Некогда досужие Остряки из Петербурга Послали на Пулковскую Обсерваторию Запрос Скажите А не забыли сегодня Астронома накормить Большую медведицу? Такой Никчемной Казалась им Эта наука Сегодня Космос Звезды Уже неотделимы От земли От наших дел И наших Помыслов Минутная готовность Минутная готовность 16 2 Прием Антей Пуск Как понял? Понял Пуск Поспокойнее Поспокойнее лежи Все хорошо Вот так Вот Внимание Отошла Мачта Вышли Стамотельские экипажи Отличные Стамотельские экипажи Экипажи Отличные 6 5 4 3 2 1 Пошел Пошел Московское время 14 часов 10 минут Это их работа Она занимает Все мысли Требует напряжения Всех душевных И физических сил После полного цикла Тренировки На тренажере В программу подготовки Входит Освоение рабочих мест В реальном корабле То есть Вживание в корабль Такая психологическая подготовка Чтобы не было Ничего нового Неожиданного Поэтому Очень часто И очень по многу Проходится Сидеть в корабле Для обживания его Для того Точнее освоить Рабочее место Узнать все те Отклонения Которые там есть Какие-то новшества Введены Для того Чтобы работать В воздух Более спокойно После того Когда они Полностью Освоятся Рабочим местом Уже Будут сидеть Спокойно Войдут в контакт С кораблем Будут ее хорошо Понимать Только после этого Проводятся еще Некоторые тренировки И после этого Экипаж Ротовится В полет Приходилось Быть дублерами Мне приходилось Быть дублером У Бориса Волынова К предыдущему полету А вам? А мне у Евгения Хрунова Также в предыдущем полете Мы с ним работаем Очень давно С 52 года Так что Я у Жени Старый дублер И учились вместе И здесь Продолжаю его Делать А у вас У вас судя по всему Не было дублирующих У меня не был Я не был дублирующих Поэтому не могу считать Повезло 12 октября Новый старт Экипаж Союза 7 Анатолий Филипченко Владислав Волков Виктор Горбатко Позывные Буран Наш экипаж Состоит Из трех человек В отличие от экипажа Союза 6 Это командир Бортоинженер Он у меня справа И вот Бортоинженер Исследователь Слева Вы его видите На своих экранах Экипаж Сейчас занят Подготовкой К старту Проверяет все системы Буран Я заряд 25 О чем вы сейчас думаете В эти минуты Мы так долго ждали Этого момента Что сейчас Вот даже Немножко не верится Знаете ли Немного не верится Что через несколько минут Исполнится Это наша мечта Кроме этого Мы вот сейчас Подумали Что сейчас Все родственники И близкие Которые знают О том Что сегодня Мы должны стартовать Очень волнуются Ждут у экранов Телевизоров Мы просим Их не волноваться У нас все нормально Мы уверены в технике И думаем Все будет благополучно Буран-3 Ответьте пожалуйста Тоже на наш вопрос Нас сейчас трое И все-таки Мы волнуемся А первый Который Открыл путь Космос Гагарин Он был один И до него И кто Об этом Даже мало Еще мечтал Вот я об этом Сейчас подумал Большое спасибо Товарищи Счастливого старта И успешной работы Мачта Отошла Буранка Понял Поняли Поняли Счастливого Счастливого пути Сообщение ТАСС К 21 часу Московского времени 12 октября Союз-6 Совершил 21 виток Союз-7 5 витков Вокруг земли В течение дня Выполнил Большой Объем Работ Все бортовые системы Функционируют Безотказно Самочувствие Космонавтов Отличное Казахстанская степь И под стать ее Простором Масштабы Сооружений Космодрома Наверное Совсем не случайно Что много стихов Пишется на космодроме В дни стартов Поэтами тут становятся Ученые и журналисты Врачи и стартовики Блестит Ракет Байконура Метал Гремит Реактивный Рев Ведь это О нас Циолковский Мечтал Этим Жил Королев Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Космическая эпопея продолжается. Космос сегодня встречает своих старых знакомых Владимира Шаталова и Алексея Елисеева. Позывные границ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы постараемся сделать все для того, чтобы программа полета была выполнена полностью, отлично, безукоризненно. Ну и думается о том, что где-то далеко сейчас наши семьи, наши родители, наши родные, близкие, жены, дети, наши друзья, товарищи в различных уголках земного шара тоже ждут сейчас в эту минуту старта и нашего доклада с орбиты о том, что выведение прошло нормально. Оп, мысли. Большое спасибо, товарищ командир. Мы от души желаем вам, дорогие товарищи, всего самого наилучшего. Все мы на Земле будем с волнением и огромным интересом следить за вашим полетом и работой. Пусть ваше космическое трио прозвучит по-настоящему мощным аккордом Большой космической советской симфонии. Счастливого пути и мягкой посадки. Пуск. Ныне-то пуск. Самочувствие отличное, к старту готово. Поняли вас. Протяжка два. Поняли, протяжка два. Чувствуем подрагивание. Отсошла мачт. Поняли. 13 октября 1969 года, 13 часов 29 минут московского времени, в соответствии с общей программой пилотируемых полетов, на орбиту вокруг Земли выведен третий советский космический корабль «Союз-8». Женщинам, кто замужем за летчиками и за космонавтами тоже, конечно, нелегко, потому что у них волнений бывает больше. Конечно, эта профессия вызывает... Муза Андреевна Шаталова. Обычно, потому что переживать приходится часто и много, и раньше не меньше было переживаний. Но я считаю, что эта профессия очень хорошая, очень гордая, очень таких смелых людей. Такие люди обычно настоящие люди. Вы сами понимаете, что сейчас мы не выключаем радио, и во время передачи мы не выключаем телевидение. Мы очень внимательно следим за всеми передачами. И мы всей душой чувствуем, что те товарищи, которые работают там, они мысленно тоже с нами, потому что мы чувствуем это и по передачам, по той музыке, которая включается, по тем голосам, которые раздаются. И в зависимости от того, как звучит этот голос, мы чувствуем, как идут дела в космосе у наших мужей. Мы очень благодарны всем товарищам, мы рады, что у нас такие хорошие друзья. Итак, первый групповой полет трех космических кораблей начался. Виток за витком накапливают космонавты информацию. Очередной сеанс связи, короткий доклад и снова полтора часа напряженной работы. Геология, астрономия, метеослужба, астрофизика, медицина и связь. Уже теперь космонавтика по-настоящему служит нашему народному хозяйству. Но целая серия экспериментов и наблюдений рассчитана далеко вперед. Много написано и сказано о сварке на орбите, об автоматической сварке аппаратом «Вулкан», которая была проведена на корабле «Союз-6». Она необходима при сборке обитаемых научных станций в космосе. И только с помощью таких станций возможно последовательное глубокое проникновение в мировое пространство, возможно налаженная в планетарном масштабе служба Земли. Эта мысль была заложена еще в проектах небесных поселений Циолковского. Его идеи, развитые советскими учеными, стали магистральными идеями нашей космической программы, которую мы воплощаем уверенно и планомерно. Субтитры создавал DimaTorzok Звездный городок. Здесь живут космонавты. Вот в эту школу ходят их дети. Дети как дети. Они любят, когда папа дома. Любят, конечно, шалить. Они решают задачки, пишут сочинения. Золотая осень. Кончилось жаркое лето, наступила долгожданная осень. Деревья стоят еще зеленые, но у листьев уже появились золотые ободки. Дни стоят теплые, но не такие, как летом. Дни стали короткие, а ночи длинные. Вот уже и листья золотые. Утром прошел первый заморозок. Трава покрылась синим. Но выглянуло солнышко, и не растаял. Когда придешь в лес, то увидишь, какая красота окружает тебя. Вот дунул ветер, и листья полетели целым роем. Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный, и лучезарный вечера. Подмосковье. Белые дома среди деревьев. Кажется, совсем обычный город. Вот разве название «Звездный» для этой скульптуры у клуба напоминает о том, что помыслы всех, кто здесь живет, устремлены в небо, к тайнам космоса. Я, заряд 25, гранит, как вы меня слышите? Заряд 25, гранит, хорошо. Отлично. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится ваш корабль? Корабль сейчас после выполнения очередного маневра и исследований ряда систем для навигации находится в закрученном состоянии на солнце. Не могли бы вы пояснить, что сейчас мы видим на экране телевизора? На экране телевизора вы сейчас видите под собой землю, облачность над европейской частью. Подлетая к Англии, примерно в 18 часов 07 минут, в Англии, в океане, наблюдали довольно значительный циклон юго-западнее Англии. В районе Кубы то же самое. Вот сейчас, ну, на экране телевизора вы видите горизонт земли. Это нос корабля. При развороте корабля вокруг оси, направленной на солнце, проходит через землю и сейчас направляется ну, в открытый космос, что ли, к звездам. Дорогой Владимир Александрович, я хотел бы познакомить вас со стихами, которые сегодня вышли в вашей газете космонавтов. Ее еще никто, правда, в Центре управления не прочитал, потому что мы получили такую привилегию показать ее всем телезрителям. Но вот стихи, которые написаны о вас, я обязательно вам прочитаю. Слушаем, слушаем. Это о вас стихи. Какой-нибудь дружеский старш, наверное, да? Ну, уж это вы сами увидите, когда вернетесь на землю в скорости. Так вот, о вас. Любовь свою так бережно хранит он, недаром из Амура стал гранитом. Но вот вопрос такой, Володя. Как совместить любовь к природе? За страстью той же благородной его охотой подводной. Так как это можно совместить, Владимир Александрович? Да, тут все есть в этих стихах. Я чувствовал, что тут без дружеского старжа не обойтись. Шарш отличный. К сожалению, вы сейчас не можете его увидеть на своих экранах, потому что мы обратной подачи телевизионного сигнала не имеем пока. Но это в очень недалеком будущем тоже будет. А теперь Алексею Елизееву стихи. А вот сейчас никак его показываю. Видите его, нет? Или вы сейчас смотрите, наверное, небо опять все по той территории? Нет, мы видим космический корабль. Это что, орбитальный отсек сейчас показывается? Это показана, включена камера орбитального отсека. Понял вас. Так позвольте прочитать, пока у нас еще есть немного времени, стихи Елизееву. Он в космосе уже вторично. Посидцу смешкаю в глазах. Я за корабль ручаюсь лично. Не бойтесь, я держу его в руках. Ну как, Алексей Станиславович, понравились стихи «Гранит-2»? Спасибо, ничего. Но тут в руках больше корабль держит «Шаталов», поскольку управлять кораблем приходится ему. Моё дело в основном контролировать и заниматься, ну, экспериментами, будем так говорить. Мы вас видели в нижней части кадра. Не могли бы вы немножко подправить? Вот, вот так. Отлично мы вас видим теперь. Отлично. Алексей Станиславович, вот сейчас, когда ваш полет уже продолжается пять суток, как самочувствие? Самочувствие отличное. Что это интересно падает вам на голову? Ну, подожди. Вот этот вопрос, который нас заинтересовал, что-то на вас там повалилось? Непонятно. Это вот Валойя сейчас пришёл из другого отсека сюда. Ах, вот в чём дело. Понял, понял. Владимир Александрович, вы перебираетесь успешно? Не трудно вам передвигаться в космосе? Нет, не трудно. Вот сейчас он надевает слимофон, он не слышал вас до сих пор. Понял. Значит, подобного рода эксперимента как часто вам приходится совершать? Передвигаться из одного отсека в другой в день? Это я входил за телекамерой орбитального отсека. Была включена телекамера орбитального отсека. Но для того, чтобы показать бортинженера, я сбегал быстренько туда, вернее, сплавал туда, для того, чтобы можно было видеть и его, и меня одновременно. Обсерватории мира внимательно следили за этим новым экспериментом в космосе. Октябрь для нашей страны стал поистине месяцем новых космических достижений. За кораблями системы «Союз» стартовал «Интеркосмос-1». Лаборатория службы Солнца – символ дружбы и сотрудничества социалистических стран. Стартовали новые спутники серии «Космос». «Космос-302», «303», «304». Новая звездная эпопея Советского Союза. Русская космическая тройка на орбите. Групповой космический пилотаж. В лавине откликов и интервью звучало главное – восхищение последовательностью и целеустремленностью советской космической программы. И понимание того, что результаты этих исследований в конечном счете будут служить интересам всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, новая космическая премьера. В околоземном космическом пространстве три пилотируемых корабля с семью космонавтами на борту. Говоря о значении этого события, я хочу подчеркнуть, во-первых, что советские специалисты осуществляют грандиозный эксперимент, испытывая новые типы космических кораблей. Большое впечатление производит новая оригинальная конструкция кораблей серии «Союз», например, наличие орбитальной кабины. Она весьма обширна, даже учитывая уровень современных технических достижений. Я хочу выразить желание много успехов советским ученым, техникам, рабочим, но самое главное этим двум космонавтам, которые летают тоже здесь, над нашими головами. Да, мы очень рады слушать голоса и сигналы технических кораблей «Союз-6, 7 и 8». И вы желаем всем космонавтам всего хорошего и сосредоточного возвращения на Землю. Желаем нашим космонавтам отличного самочувствия и быстрейшего возвращения на родную Землю. Я очень рад, что люди, которые находятся в воздухе, это люди с моей профессией. Летчики самые хорошие, при том советские люди. Сейчас волнуется весь народ Советского Союза, и не только советские. Конечно, все прогрессивные люди всего мира. Ну что я могу вам пожелать, дорогие товарищи, находящиеся в космосе, с самого хорошего и самого доброго закончить свою программу, которая вам поставлена, вернуться на Землю и доложить, что все задачи, которые вам поставлены, выполнены с гордостью. Обнимаю вас и целую. Желаю успехов и счастливого возвращения на Землю. Мы не сомневаемся в том, что обширная программа полета будет успешно завершена. И в науку будет вписана еще одна яркая страница. Счастливого вам полета, наши дорогие братья. Мы с нетерпением ждем вас на нашей любимой Земле. И вот они приземлились. Экипаж за экипажем. 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 КОНЕЦ Караганда, столица шахтеров и металлургов Казахстана, первой их обняла. Когда спросили космонавтов, какой сувенир они возьмут с собой в космос, Алексей Елисеев сказал, пусть пока это будет нашей тайной. Но Владислав Волков все-таки ответил, гор священной земли Смалахова кургана. Владимир Шаталов родился в Казахстане. И комсомольцы республики попросили своего земляка взять с собой в космос два пакета. Один с пшеницей, другой с рисом, символами плодородия края. Ну разве такой просьбе откажешь? С мягкой посадкой. 19 октября. Снова космодром, и снова они все вместе. Как много у них общего. У всех детство, паленное войной. Все они помнят День Победы. Все они выбрали для себя один путь. Путь в космос. Люди щедрые в своих чувствах. Смелые и решительные. Остроумные и ценящие шутку. Люди, конечно, умеющие смеяться от души. Спорщики и фантазеры. И есть у них еще одно общее. Все они коммунисты. КОНЕЦ Докладываю. Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Президиуму Верховного Совета СССР. Совету министров СССР. Задание Родины по осуществлению космического полета на кораблях Союз-6, Союз-7 и Союз-8 выполнено. Впервые в истории на околоземной орбите успешно совершен групповой космический полет трех кораблей. Их оборудование и аппаратура работали нормально. Собочувствие экипажей хорошее. Готовы к выполнению новых заданий Родины. Командир группы космических кораблей, летчик-космонавт СССР, полковник Шаталов. Докладываю Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету министров СССР. Программа научно-технических экспериментов и исследований в космическом полете на корабле Союз-6 выполнена. Аппаратура корабля работала безотказно. Экипаж чувствует себя хорошо, готовы к выполнению новых заданий. Командир космического корабля Союз-6, полковник Шонин. Докладываю Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Советскому правительству. Программа полета космического корабля Союз-7 выполнена. Проведены эксперименты, необходимые для совершенствования космической техники и использования ее в научных и народно-хозяйственных целях. Все системы корабля работали надежно. Экипаж чувствует себя хорошо, готовы к выполнению новых заданий Родины. Командир космического корабля Союз-7, полковник Филипченко. Командир космического корабля Союз-7, полковник Филипченко. КОНЕЦ КОНЕЦ Приземлились на Внуковском аэродроме самолеты. Космонавты прошли по красной дорожке. И мы не были просто зрителями. Нет! Мы сопричастны их делу. В космическом подвиге семерки смелых наш труд, наше вдохновение и наша слава. Дела и мысли бесплодны, если они не для людей. Когда мы закладываем фундамент дома, мы ведь думаем о новоселах. Мы бросаем зерно в землю и думаем о хлебе для всех. Мы прокладываем путь к звездам и думаем о счастье нашей планеты. Октябрь космический. КОНЕЦ Дорогие товарищи и друзья! Счастлив доложить Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Советскому правительству, всему советскому народу, что групповой полет трех пилотируемых космических кораблей успешно завершен. Его программа выполнена полностью. Разрешите мне от имени летчиков-космонавтов, совершивших этот полет, поблагодарить родную партию, правительство, советский народ за оказанное нам высокое доверие. Групповой полет кораблей «Союз» — новое достижение в изучении и освоении космоса. Этим полетом сделан важный шаг в дальнейшем совершенствовании систем кораблей и методов управления ими. Впервые осуществлен космический эксперимент, потребовавший исключительно четкой организации, согласованной работы трех экипажей, всех наземных центров и сплужб, многотысячного коллектива специалистов. Нам с Валерием Кубасовым выпала высокая честь первыми начать этот беспримерный полет. Системы корабля позволяют совершать широкое маневрирование в космическом пространстве, осуществлять сближение с другими космическими аппаратами. Как летчику по профессии мне доставляло большое удовольствие пилотировать космический корабль «Союз». Эта огромная и сложная машина удивительно послушна и легка в управлении. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи! Октябрь месяц необычный. В октябре 1917 года в нашей стране произошла первая в мире социалистическая революция, открывшая новую эпоху перехода от капитализма к социализму. Октябрь открыл и космическую эру в истории человечества. 12 лет назад, 4 октября 1957 года, на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. Это был наш советский спутник. С тех пор советский народ одержал немало побед в космосе. Они известны всему миру. На кораблях «Союз» нам предстояло выполнить большой объем работ по проверке и испытаниям систем ручного управления и автономной навигации в сложных режимах группового маневрирования кораблей в космическом пространстве. Наш корабль несколько раз сближался с кораблями «Союз-6» и «Союз-7». Мы отрабатывали их взаимную ориентацию на различных удалениях, динамику маневрирования, а также вели совместные наблюдения, фотографирование и киносъемку полета кораблей. В результате получен ценный материал, необходимый для совершенствования систем автономного управления и космической навигации кораблей. Выступает генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Наша страна располагает широкой космической программой, рассчитанной на долгие годы. Мы идем своим путем, идем последовательно и целеустремленно. Наш путь покорения космоса – путь решения коренных, фундаментальных задач, базовых проблем науки и техники. Отечественные космические корабли – это корабли науки и техники. Они отправляются в космос для осуществления научных и технических экспериментов. Всем космонавтов, только что завершивших выдающийся групповой полет, это спаянный коллектив друзей и единомышленников, они были своего рода коммунистической ячейкой в космосе, представляли собою частицу Великой партии Ленина. Председатель Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный вручает героям высшие награды Родины. Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный Октябрь космический. Мы, граждане страны Советов, стоим перед новыми стартами. И, как говорил Гагарин, у космонавтов легионы и легионы дублеров. АПЛОДИСМЕНТЫ КИКК КАРДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ